18 сентября текущего года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 7-го созыва. И сегодня партия «Единая Россия» проводит открытое предварительное голосование по отбору кандидатур для последующего выдвижения на выборы. Первые встречи белореченских избирателей с участниками предварительного голосования уже состоялись. Встречу участников предварительного голосования с избирателями вела руководитель фракции партии «Единая Россия» в Совете муниципального образования Белореченский район председатель районного совета Татьяна Марченко. Предварительное партийное голосование пройдет 22 мая. Его победители станут кандидатами в депутаты Государственной Думы от «Единой России». Выборы депутатов Государственной Думы в этот раз будут проводиться по смешанной системе. 225 депутатов будут выдвигаться по партийному списку Федеральному избирательному округу и столько же по одномандатным избирательным округам. Путем рейтингового подсчета голосов определятся участники предварительного отбора, которые получили наибольшее число голосов избирателей. Далее партия «Единая Россия» будет выдвигать кандидатов на предстоящие выборы в соответствии с числом набранных в ходе предварительного голосования голосов. Участникам предварительного голосования представилась возможность рассказать о себе, своей позиции и программе, с которой они готовы идти на выборы. Я считаю, что сейчас партия «Единая Россия» отвечает за очень многое в стране. К ней есть серьезные претензии, как к любой партии, которая у власти. Тем более в период кризиса, который мы сейчас переживаем, экономического кризиса. Но этой партии есть и чем гордиться, прежде всего своим лидером, президентом Владимиром Путиным. Я участвую в этой кампании, потому что я хочу его поддержать и знаю, что депутаты, которые будут избраны в этот раз, будут депутатами в 2018 году, когда вновь будет стоять вопрос о выборах президента. Я, как видите, не выдвигаюсь по списку. Я хотел бы заручиться вашей поддержкой для того, чтобы выдвинуть свою кандидатуру по округу. Я считаю, что депутат, представляющий округ, представляет население. Люди должны знать своего депутата, должны к нему обращаться. Когда я был депутатом, я вел всегда прием и собираюсь это делать. Дорогие товарищи, сколько бы ни было претензий к правящей партии, только она в состоянии им сегодня что-то изменить к лучшему или к худшему. И это зависит от того, кто будет депутатом, в том числе, кто будет ее представлять в Государственной Думе. Я иду в Думу. Законами строить благополучие россиян. Восемь моих законодательных инициатив изложены на моем сайте zmiiv.rf. Я не обещаю все и обо всем. Я думаю и разрабатываю системные решения наших больных проблем. В нашем государстве есть 19 кодексов. У нас есть даже водный, лесной и воздушный. Мы каждое дерево в лесу посчитали, но мы до сих пор не определились по поводу того, кто нас и как лечит. Я считаю, что депутат Государственной Думы должен делать все, чтобы наше население, наши жители и наш край процветали, как и в целом вся Россия. Зная категорию людей, вот именно ветеранов, инвалидов, малоимущих людей, те, кто выполняли определенные задачи для государства, Я уверен в том, что надо делать все для того, чтобы выделять субсидии, субвенции из федерального бюджета для улучшения материального положения учителей, врачей, пенсионеров, инвалидов. И чтобы были меры социальной поддержки этих людей, потому что тяжелая экономическая ситуация. При участии нашей организации было принято два закона Краснодарского края. Это в освобождении ветеранов, инвалидов от транспортного налога. И плюс к этому, при поддержке законодательного собрания Краснодарского края регионального отделения партии, в 2014 году был принят закон о дополнительных мерах по поддержке инвалидов, боевых действий, военнослужащих и членов семьи погибших. А затем белореченцы смогли задать вопросы, которые их интересуют. Например, смотритель мемориала славы под открытым небом в хуторе Ивановском, Саркис Исакович Татулян, ищет поддержку глав государств, которые когда-то были в составе Советского Союза в вопросе патриотического воспитания молодежи. Мы с вами знакомы с начала 90-х годов, когда вы выступали в большую политику. И надеемся, что и на этот раз, в случае избрания от нашего округа, вы от нас никуда не денетесь и будете навещать нас здесь. Потому что мы вас ценим, любим и уважаем, Константин Федорович. И еще один вопрос, который может быть уже надоел и депутатам, и руководству, это все-таки вопрос статуса детей войны. Вот это очень важно. Сейчас самому младшему уже 71 год, старшему 85. Они уходят так же, как участники войны. Сделайте, пожалуйста, вот вы лично, Константин Федорович, пока вы проводите предварительную работу с нами, избирателями. Лично вы сделайте, пожалуйста, этот шаг. В федеральном уровне пока такой закон не принят. Я все же считаю, что если экономить, то на другом, а не на этом. Поскольку это уходящая категория граждан. И есть 18 субъектов из 85 в нашей стране, которых на местном уровне этот закон принят. Я думаю, что Краснодарский край, даже если не удастся провести это решение на федеральном уровне, для всей страны мог бы принять такое решение и должен был бы. Поэтому я буду выступать и за то, и за другое. И на краевом, и на федеральном уровне. Это я могу обещать. Вначале пожелание обратить внимание на социальную поддержку ветеранов в плане предоставления путевок в санаторий. У нас по льготам положены путевочки, к тем, кто отказался от части судпакета. К сожалению, я являюсь 5 лет уже председателем, у нас ни один афганец путевку в санаторий не получил. Первый вопрос. Сейчас очень в стране обсуждается проблема увеличения пенсионного возраста. Вот ваше отношение к этому вопросу. Я считаю, что человек, любой, который занимается общественной деятельностью, политикой, должен честно и откровенно выражать свое мнение. Лично мое отношение к увеличению срока пенсионного возраста отрицательное. Я никогда не поддержу это по одной простой причине. Я, к сожалению, сейчас мои родители ушли, и отец участник войны, и мама, которая всю жизнь проработала в Сочинской городской библиотеке. И я помню, что такое состояние здоровья человека, как надо поддерживать родителей до последней минуты. Поэтому я считаю, что вот тот пенсионный возраст, который сейчас существует, его увеличивать нельзя. Объясню почему. Почему? Потому что, к сожалению, состояние здоровья населения России, не совместно на все предпринимаемые меры, у нас не самое лучшее. И человек, после того, как он честно отработал на работе, на производстве, должен иметь возможность позаниматься своим здоровьем, своим домом, своими внуками, детьми, и спокойно еще пожить, как можно дольше, радуя своих родных и близких. Тот, кто хочет продолжать работать, как и сейчас существуют пенсионеры, они продолжают работать. Этим людям я бы вообще смотрел на то, чтобы предоставлять им дополнительные гарантии, льготы тех людей, которые после пенсии продолжают работать. Это было бы правильно. Потому что человек остается работоспособным, но увеличивать пенсионный возраст, я считаю, необоснованно. Что касается путевок для ветеранов боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе и других. Но могу сразу ответить, после встречи подойдем, проговорим это все. Мы обратились к губернатору Краснодарского края, Кондратьеву Ивановичу, с просьбой, и сейчас мы совместно с Министерством туризма прорабатываем этот вопрос, о том, чтобы в санатории Краснодарского края на льготных условиях принимали ветеранов боевых действий, членов семей погибших. У нас прекрасная санаторно-курортная база, и министр туризма очень хорошо к этому отнесся, здравоохранение. То есть мы более чем активно работаем. И результат мы дадим, уверен, к концу этого года, даже не к концу года, я думаю, что к лету мы уже дадим определенный результат. У нас получается, что есть субсидия за второго ребенка, материнский капитал. Но в нашей стране очень много отцов-одиночек. И если они женятся на девушке, у которой нет ребенка, то второй ребенок в такой семье лишается этого капитала. Возможно ли внести какие-то поправки, чтобы защитить права всех вторых детей в таких семьях? Спасибо. Если я изберусь и проведу в Думу, обязательно этот вопрос поставлю. Потому что, еще раз подчеркну, вопросами отцовства в нашем государстве не занимается никто. Встреча длилась почти два часа. И зал одинаково внимательно принимал всех кандидатов. Хотя, заключительным словом, больше всего эмоций у белореченцев вызвал один из гостей. Запомнить меня легко. Вспомните, Путин Владимир Владимирович, Змив Евгений Евгеньевич. В Перуе в нашем Бразильском районе по новой модели проходит предварительное голосование. И еще задолго до выбора к нам приехали кандидаты, очень интересные люди. Сегодняшняя встреча показала, что белореченцам такой формат понравился. Было очень много вопросов животрепещущих. Кандидаты ориентируются в данной ситуации. И еще будет у нас одна встреча. И еще одно мероприятие интересное – это дебаты. Где кандидаты будут спорить, обсуждать самые актуальные вопросы. И я надеюсь, что вот эта новая модель проведения предварительного голосования, которую вводит «Единая Россия», позволит привлечь людей на выборы. И чтобы как можно больше избирателей пришли и выразили свое мнение, избрали самых достойных кандидатов. Наталья Пугачева, Сергей Севастьянов, События и люди.